Всем привет! Я уже неоднократно говорил, что я использую свою Сайгу 9 в качестве дополнительного тренинга для именно ружейной стрельбы. Что я с ней делаю? Я прихожу на тренировку, ставлю два гонга и стреляю в длинные переносы слева направо, справа налево, стреляю переносы в глубину, стреляю перемещение для того, чтобы лучше понять стабилизацию, потому что ружье с осыпью оно в любом случае дает право на некоторую погрешность. Карабин с маленькой пулькой естественно этой погрешности не дает, соответственно ты немножко замедляешься, становишься намного более точным, намного больше концентрируешься на прицеливании и это в том числе помогает немножко в ружейной стрельбе, потому что эти элементы очень похожи. Естественно в такого рода карабинах невозможно стрелять серии там или как-то, то есть нет никакого смысла стрелять дабл тапы в бумагу, поскольку они никоим образом не связаны с ружейной стрельбой. Но в последнее время набирает популярность в окружении моих, скажем так, коллег по клубу и по стрельбе другой калибр для этих же целей. Это мелкий калибр 22 ЛР. Кто не знает, это тот же калибр, который используется в биатлонных винтовках, который в свое время в Советском Союзе использовался в качестве тренировочного для детских и юношеских спортивных школ и тот, который повсеместно во всем мире используется как самый массовый тренировочный патрон, потому что он очень, скажем так, малоимпульсный, соответственно очень долго служит оружие под этот патрон. Его можно практически не чистить, поскольку пулька целиком свинцовая, она нарезы практически не расходует, и сам патрончик очень дешев. Соответственно, часть моих друзей приняли решение вместо Сайги-9 пойти немножко другим путем. И об этом мы сегодня расскажем. Перед нами здесь винтовка, которая называется очень странно Армскор Ре-22. Если мы посмотрим на картинку сейчас, то мы поймем, что изначально она выглядела несколько другим образом. Это такая некая вот деревянная каркалыга, которая в общем целом ничем примечательным не выделяется. Однако, эта винтовка является полноценным клоном Ругера 10-22. А кто не в курсе, Ругер 10-22 это самое популярное нарезное оружие и вообще самая популярная винтовка в Соединенных Штатах, которая выпускается миллионными там тиражами, что-то сродни нашей тировой ижевке, который учат детей стрелять, учат в различных стрелковых там школах, клубах, там где угодно. Соответственно, это там вообще за оружие не считается, покупается без лицензии. Очень часто можно увидеть эти винтовки в розовом цвете и всякие маленькие девочки из них стреляют, совершенно нормальная тема. Чем она хороша? Тем, что патрон мелкокалиберный стоит дешевле, чем патрон 9х19. Отдачи вообще никакой, ресурс бесконечный и сумасшедшее количество тюнинга на это оружие, поскольку оно так популярно в Соединенных Штатах. Конкретно на этой винтовке что мы можем видеть? Это целиком ложе от Макпула, это специальный сброс магазина, сошки Харрис и дульник для AR-15, потому что резьба там стандартная совершенно, а AR-арочная. Дульник здесь нужен исключительно для того, чтобы эту винтовку слышал таймер, чтобы звук был хоть какой-то, потому что изначально она очень тихая. Соответственно, эта винтовка дает возможность конкретно моему другу Антону Урбановичу с тем же самым хватом, с той же самой эргономикой, как у его ремингтона, с аналогичным по форме прикладом. Он получает ту же эргономику и, по сути, может тренировать все те же самые элементы, как тренирую я на своей девятке. Минусом 22-го калибра является то, что у нас не так много соревнований по мини-райфлу, так называемому, а даже соревнования, скажем, по 9х19, на которые пускают, скажем, PCC, эта винтовка не всегда справляется, допустим, с железом. То есть железо, естественно, откалибровано под более мощный патрон. То есть, в общем целом, ограниченное применение достаточно такого рода винтовок именно в рамках тренировочной стрельбы. Однако, концепт очень интересный тем, что это не единственный вариант тюнинга, который может быть. Под них продаются специальные блоки под всю арочную, скажем так, тюнячку. То есть специальный блок, в который садится механика со стволом, и на него можно ставить штатные арочные цевья, приклады, рукоятки и так далее. Есть другие варианты, то есть там миллион абсолютных различных вариантов тюнинга на этот карабин. От самых дешевых до самых дорогих. Ну, кстати, к слову, вот этот вот макпуловский приклад сколько стоит? 200 долларов в Соединенных Штатах. То есть, чтобы вы понимали, это не то, чтобы очень много за подобную штуку. И сама винтовка вот эта, RIA, это винтовка филиппинского производства. И стоит она очень недорого. То есть, если я ошибаюсь, ребята ее покупают в районе 20 тысяч рублей здесь в магазинах в наличии в Москве. То есть это крайне немного, это стоит дешевле, чем даже базовая Saiga 9. Соответственно, со всей вот этой тюнячкой это как бы стоимость примерно как базовая Saiga 9 без тюнинга. Плюс к этому отдачи никакой. Соответственно, можно ставить более дешевые коллиматоры, которые в общем там чуть ли не для airsoft. И в общем целом получается комплект достаточно бюджетный и достаточно эффективный в плане тренировочного процесса. Давайте коснемся некоторых минусов, которые у нас есть применительно именно вот этих винтовок. Первый минус это отсутствие у нас на рынке емких магазинов. То есть штатно эта винтовка идет вот с такого рода магазинами. Это 5-зарядные, если не ошибаюсь, 10-зарядные, прошу прощения, магазины роторного типа, которые естественно в тренировочном процессе достаточно тяжело использовать. Есть и другие виды магазинов, также 10-зарядных, скажем так, покупных. Но есть также магазины более емкие, вот в данный момент это на 25 патронов, можно купить и бубны на 100. Соответственно, там они просто стоят немножко других денег, их к нам сложнее привезти. А так в общем целом в плане количества ассортимента все есть, но там в Америке, соответственно, у нас здесь это все достаточно сложно достать. И второй нюанс, по крайней мере из того, что я наблюдаю, это те патроны, которые у нас покупать выгодно, то есть это патроны нашего российского производства. Они все целиком залиты какой-то ваксой или там жиром, ну для того, чтобы не коррозировало, я так понимаю, или чтобы свинцовая пуля как-то нормально, в общем, себя чувствовала. Ну в общем, смысл в том, что вот этот вот вакс, он забивает винтовку достаточно быстро и в общем целом, так как с девяткой без щитки с ней не постреляешь. То есть ее приходится некоторым образом обслуживать, хотя, к слову, обслуживание достаточно простое. То есть вся винтовка, она очень простая с точки зрения механики. К слову, винтовка полуавтоматическая, поэтому с ней можно проходить и полноценные упражнения с железками, с бумажками и так далее. Соответственно, вот с таким сбросом эти магазины отстегиваются достаточно просто. Вот таким путем. И в том числе очень неплохая штука для того, чтобы учить детей стрельбе. В качестве знакомства с такого рода и с таким концептом, я думаю, сойдет. Если у нас что-то еще появится в подобном калибре, я с удовольствием это сниму, потому что это хорошая альтернатива карабинам под калибр 9х19. На этом все. Всем спасибо. Пока.